всем привет и рад приветствовать вас на своем канале вот и наступила пора осенней ловли хариуса как и все рыбы в этот период хариус начинает активно питаться готовясь к зиме в отличие от летнего периода когда хариус питается у поверхности воды осенью хариус устремляется в средние слои воды или на глубину поэтому для осенней рыбалки хариуса наиболее интересны это мокрые мухи и конечно нимфы сегодня я свяжу одну из ним которая является очень эффективной при ловле хариуса в осенний период об особенностях изготовления данной нимфы из каких материалов она вяжется я расскажу в своем фильме вот эта нимфа вяжется она в различных цветовых вариантах здесь она сейчас представлена в цвете натуральным также ее можно делать и в других цветах вот здесь у меня она сделана зеленом цвете в обмотке по телу использую еще и флуоресцентную трубочку вот вы сейчас увидите не знаю видно вам или нет ультрафиолет эта трубочка горит очень интересная нимфа вяжется достаточно легко и так поехали для изготовления данной нимфы я буду использовать крючок скат номер 12 для осенней ловли это нормальный размер крючка для того чтобы нимфа погружалась на глубину я буду использовать в качестве отгрузки латунную головку золотистого цвета диаметр головки 2 и 8 миллиметра нить юнитред размер 80 так обмоточка потела ну в начале осени а именно в сентябре хорес еще питается у поверхности уже начиная с конца сентября начало октября потихонечку начинает сваливаться на глубину где его и необходимо ловить поэтому в этот период времени нимфа является достаточно эффективной и очень интересной приманкой так в качестве хвостика я буду использовать бородки пера cdc в своей мухе я буду использовать перо cdc розового цвета я считаю что это очень интересный достаточно такой заманчивый цвет для хариуса итак берем перо cdc с него отрываем несколько бородок лишние отрезаем ровненько кладем сейчас мы на цевьё аккуратненько привязываем пожить должны бородки пера ровно по центру цевья чтобы у нас мушка имела правильную форму не заваливалась так хвостик должен быть небольшой готово для обмотки по телу я буду использовать необычную комбинацию это будет сочетание двух материалов эластичная трубочка маленького размера и синтетическое волокно желтого цвета волокно имеет такую ребристую как бы поверхность плюс еще с таким эффектом зеркальным отражательным в чем заключается особенность этой комбинации необходимо взять одно волокно трубочку и вставить это волокно в отверстие которые есть в трубочке получится вот такое вот если вы увидите не знаю будет вам видно или нет очень интересная комбинация то есть волокно проходит по трубочки и это придает трубочки такой необычный как бы игру переливания которые привлекает хариуса так вот мы ставили трубочку в трубочку волокно хочу еще обратить на что внимание когда будете вставлять волокно в трубочку необходимо трубочку немного срезать под углом чтобы была возможность у вас удобно вставлять это волокно так привязываем трубочку чуть-чуть оттягиваем назад привязали можно конечно сформировать такую правильную форму у тела нимфы сделать не небольшое посередине утолщение но я этого делать не буду я эту форму сделаю с помощью даббинга в качестве тела я буду использовать даббинг из меха зайца натурального цвета очень интересный материал наносить даббинг на монтажную нить необходимо маленькими маленькими такими порциями небольшими чтобы не перегрузить тело нимфы чтобы она у нас не получилось объемный толстый лучше несколько раз сделать такую вот операцию с даббингом чем сразу перегрузить материал нимфу так начинаем обмотку даббингом так готово вот если вы обратите внимание я вот здесь оставил такое небольшое пространство здесь у меня будет располагаться в дальнейшем торакс и хакл нашей нимфы ну что ж теперь начинаем обмотку нашей комбинации по телу нимфы вот смотрите что у нас получилось очень красивая сегментация привлекательные для рыбы и как показал по практика это очень понравилось хариусу так немножечко сейчас мы придадим ей объемчик расчесали чуть-чуть итак теперь мы переходим к изготовлению торакса торакс я буду изготавливать из дабинга тоже с из меха с маски зайца но уже черного цвета для этой цели я буду использовать дабинговую петлю которые я сделаю непосредственно в нитке монтажной так дабинговая петля дальше в дабинговую петлю я ставлю небольшое количество дабинга черного цвета много делать не нужно так достаточно теперь необходимо нам проделать обратную операцию скрутить нитку чтобы она зажала наш дабинга так теперь мы сделаем немножко расчежем теперь мы сделаем в нашей мушке хакл хакл я буду делать из пера куропатки здесь тоже есть своя небольшая хитрость длина бородок пера куропатки должен быть равен длине тела мухи то есть вот если вы посмотрите вот мы прикладываем вот у нас длина мушки длина нимфы вот это у нас длина бородок прикладываем все нормально как раз по длине теперь мы делаем отгибаем бородки пера назад отрезаем чуть-чуть прикладываем я буду использовать держатель пера при обмотке необходимо бородки отводить назад количество оборотов 2 мы сделали два оборота все достаточно теперь мы закрепляем перо лишнее отрезаем вот у нас получился такой хакл длина еще раз повторюсь хакла должна равняться длине тела у нас это получилось так ну и немножко заполним вот это пространство которое у нас здесь образовалось ну и чтобы у нас теперь нюфочка не распалась чтобы у нас нитка не сползла конечно же мы должны будем немножко ее смазать смазать лаком и последний финишный узел чуть-чуть расчешем чтобы у нас торакс распушился нюфа готова очень проста в изготовлении нюфа но достаточно эффективно для осенней рыбалки надеюсь что мой фильм поможет вам в изготовлении данной нюфы вяжите ловите а я на этом свой фильм заканчиваю пишите свои комментарии ставьте лайки подписывайтесь на мой канал и до следующих встреч всем пока 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 Субтитры подогнал «Симон»